А вот вы сделали что, начиная с внешней облицовки? Да, да. Данный ремонт произведен в администрации городского района. Щелкова, так как муниципальная собственность. Сделана и фасадная часть, и внутри абсолютно все пройдет. Начальник мытичинского почтамта Павел Неконоров показывает депутату Московской областной думы Николаю Черкасову почтовое отделение Монина-Привокзальная. На днях здесь завершился капитальный ремонт. Почта арендует помещение в доме номер 4 на Новинском шоссе. У администрации округа. Фасады, все внутреннее пространство отремонтированы за счет муниципалитета. Что еще появилось в стороны, ну скажем так, чисто косметических вещей? Мебель. Мебель новая? Освещение. Брендированная отделка в бело-синих тонах, новая мебель, указатели шрифтом Брайля, постеры на стенах, видеонаблюдение. Из обычного отделения связи почта превратилась в многофункциональный комплекс. Клиенты получают широкий спектр почтовых, банковских услуг, а также услуги ритейла. Ремонт отличный сделали, молодцы. Конечно, была разруха полная, сейчас красиво. Все аккуратно, приятно нам садится. Отношения сотрудников? Хорошие. Все ваши вопросы, все решают, да? Да, никогда здесь никаких хамстов, грубостей не видел, всегда все хорошо. Ремонт и последующие модернизации почтовых отделений реализуются в рамках проекта партии «Единая Россия». Инициатором выступило его Московское региональное отделение. Конечный результат – создание необходимых условий как для сотрудников почты, так и клиентов. В обычный день отделения 141-171 на Новинском шоссе посещают до 150 человек. Наша инициатива поддержана уже на федеральном уровне. И до 2025 года планируется эту работу провести на территории всей страны. В данном случае это почтовое отделение поселка Монина. Оно отремонтировано за счет средств бюджета городского округа Щелково. Ремонт сделан, как мы сегодня убедились, очень качественный, функциональный. Наряду с партийным проектом Почта России привлекает средства от грантов губернатора Московской области. В этом году таким способом будет отремонтировано отделение связи в деревне Медвежьи озера. Продолжение следует...